хоба привет с вами доктор влад мы еще не обсуждали сегодня же день пионерии да ну много говорят об этом что пионеров там заставляли маршировать а мне помнится что мой день рождения вот в былые времена да всегда пионеры маршировали в этот праздник по улицам с барабанами с горными черт возьми мне просто приятно вот и все мне наплевать что там что там говорят вот такое мое мнение так что всех я поздравляю всех бывших пионеров моих сверстников и вообще всех пионеров с днем рождения ладно поехали дальше путин ой опять путин вернул чё вернул мишустин мишустину что-то вернул он обязанности премьера а вон чего а грешустину вернул интересно или нет так снижение ввп россии в нерабочем апреле достигла 28 процентов две трети пришлось на карантин треть нападение нефтяных цен да ребята так она так она в роспотребнадзоре рассказали о работе летних лагерей для детей детей куда девать летом но вроде бы собираются что-то изыскать ресурсы ну давайте изыскивайте путин отказал лукашенко по поводу цен на газ опа саудовской аравии он поругался уже теперь с белоруссией поругался надо же из бункера как легко ругаться никто тебя не достанет а вот россиянин пока что в магазине испугал продавца и получил бутылкой по голове не просто бутылкой а литровой бутылкой продавец решил что покупатель кашлянул на него специально офигеть так в apple отказались открывать властям сша постоянный допуск к данным ее устройств вот так вот ребята поняли да любовь к кошкам и сарказм как распознать человека с высоким айкью о интересно немногие знают об этом но оценить интеллектуальный уровень человека можно имея в арсенале лишь несколько фактов о нём дело в том что обладатели высокого айкью выдают определенные черты образ жизни манеры поведения даже предпочтения не только умение решать сложнейшее уравнение выиграют несколько шахматных турниров но вот смотрите им присущ сарказм если вы фанат ироничьте шуток и не упускаете возможности по-доброму подколоть своих близких я про себя говорю себе подколоть да но вот эти вот розыгрыши на улицах да г-г-г там кого-то разыгрывать а потом пока смотрите а камеры снимать я этого терпеть не могу вот и я уже как-то говорил что вот эти пранкеры да был бы я допустим президентом какой-нибудь страны любой я бы всех пранкеров изгнал бы просто-напросто я этого не люблю вы любите глупые фильмы и глупые телешоу с посредственно актерской игрой предсказуемым сюжетом если просмотр таких вещей помогает вам разгрузить мозг это верный признак того что вы можете похвастаться остроумием ха-ха-ха лучший фильм всех времен и народов знаете какой полицейская академия а еще это ну про дураков там как как что называется где он петуха так заряжал вместо стрелы в лук так вообще я умирал просто со смеху согласно исследованию из опубликовано в журнале science 2014 году люди считающие себя кошат никами гораздо лучше справляются задачами на уровень интеллекта чем собачники да не знаю у меня две собаки но если бы не жена у меня было бы еще шесть кошек жена не дает вот я представляю как шесть кошек бы задавили мишустина и грешустина ну в общем так ребят так смотрим дальше совет федерации предлагает повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года да прям 40 давайте все равно будут продавать какая разница повысь повышена понижена правительство россии не рассматривала вариант с раздачи населению всех средств фонда национального благосостояния да и штаны от путина да конечно не рассматривали ха-ха житель башкирии подозревается в том что убил соседа табулеткой папа мама за обедом бил вчера велосипедом велосипедом ерунда мотоциклом это да ну это вот что такое вообще вред здоровью совместное распитие кошмар вообще-то ребята вывез труп на автомобиль и сбросил его в овраг но это вот что такое написал явку с повинной кошмар это где такое аурагазинский район башкирии тут ниже еще два собутыльника избили третьего выкинули в овраг вообще мрак а что ты в башкирии уфе какие-то дела творятся постоянно вот постоянно ребята кто там живет в башкирии ау вы чё там вообще с колес съехали трамп рассказал свои методы профилактики коронавируса это вова ему советовал принимать противомалярийный препарат принимаю по таблетке в день зря это он говорит сейчас все дурачки будут тоже поднимать противомалярийный препарат жириновский предложил обсудить идею ликвидации совета федерации а совет федерации подложил идею ликвидации жириновского жители краснодарского края сняли на видео падение метеорита да упал и раздался очень громкий хлопок вот это слово я как-то хлопок но взрыв ребята взрыв чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью а нефтяной рынок сравнил чубайса с живым ослом саратской области коронавирусом заболели около 100 медиков нифига себе как я вовремя сдула из саратской области медик а там тоже заболел озвучил замминистра здравоохранения санислав шувалов в мчс назвали главную причину лесных пожаров в россии деревья а чё еще то господи а несанкционированные полы или полы сухой растительности да они сами загораются деревья от жары опубликован разговор байдена и порошенко об отставке шокина за миллиард долларов якобы байден предложил порошенко отставить шокина за миллиард долларов правда не правда не знаю может и правда москве назвали улицу с которым вызовов скорой помощи из-за коронавируса ну-ка ну-ка профсоюзная улица 40 звонков у рекордсмены на втором месте дубнинская улица 36 раз дмитровское варшавское шоссе по 34 заявки так популярным 90-х годах вещь вернулась в моду знаете какая платок оренбургский пуховый платок не просто шелковый платок на голову но будут в платочках переходить вот такая вот я представляю трамп в платочке так зрители вы смели сюжет первого канала достойным для семей военных жилье но я вам говорил уже до показывал там просто они в каких-то коробках живут и даже занавески на окнах с ума сойти туристка возмутилась переполненным пляжами высказал негодование в сети но всех выпустили на пляже вот они там все лежат в повалку конечно соскучились друг по другу спрятаться от эпидемии беспорядков богатые россияне начали покупать бункеры убежища бункеры начали покупать ну надо же и почем бункер 150 тысяч долларов дорого опса страница по этому адресу не найдено вот это ничего себе она только только недавно была найдена ща мы посмотрим чего тут не найдено спрятаться а на сахалине мэра оштрафовали за незаконную охоту на утка гусей и все странички нету а чего вы хотели нету шведо белорусская победа совершенно дебильная статья виталия шклярова политолога-американиста что якобы шведы и белорусы всем нос утерли ничего не вводили себе никакую изоляцию них лучше всех дела но это все полная фигня потому что у шведов у белорусов страшное количество смертей вот так ребята так что не ведитесь эти наехи москвы такая фигня на стройке в уфе рухнула стрела крана а кран остался а стрела рухнула но никто не умер ну и слава богу это где уфа опять башкирия да что ж такое башкирия то в уфе отменили бесплатно это просто читая проезд для школьников и пенсионеров на речных переправах а куда это они собрались переправляться интересно в одном из районов башкирии гробы выкинули в овраг да что такое елы-палы в уфе прекращены поездки 36 летний или за бурановой ребята люди там пропадают уфа это вообще-то черная дыра какая-то вот я при этом про табуретку говорил и тоже ведь буфета в башкирии где-то твиттер министр труда котяков мы в правительстве не ожидали что людям настолько нужны эти десять тысяч рублей так сказал конечно не ожидали у нас правительстве люди солидные они вообще не представляют как десятка миллионов людей могут быть нужны такие жалкие копейки как 10 тысяч ну надо же а почему в нищей россии министр социального развития выглядит как человек сожравший без соли это самое социальное развитие он такой и поздно не уберет интервью поздно тоже противный стал и был всегда вот я не знаю говорил или нет в россии от коронавируса погибли не меньше 186 медиков смертность среди них в 16 раз выше чем в других странах исследование медиа зоны да ребят цена путинского условия 100 рублей вместо 50 тысяч получил фельдшер соликамска пленский край за месяц работы с зараженным коронавирусом 100 рублей бригаде скорой помощи за месяц приезжал пациентам около сотни раз вот это да погибших медиков в россии больше чем в англии при этом вообще умерших от коронавируса в британии 10 раз больше чем в россии вот чувствуете да вот то что говорил перед этим перед фельдшером ужас терешкова сообщила что к ней обращается народ с просьбой обнулить количество жертв от коронавируса но терешкова вообще мемом стал да это ерунда конечно ну просто вот ну просто так вот а страшнее джокера да она страшная стала ну не потому что старая просто страшная велика россия а охраневать дальше некуда в новостях бахвалится в волобде начался ремонт дороги в рамках национального проекта уложит почти полтора километра дороги новым асфальтом цена целых полтора блин километра национальный проект великой путинской цивилизации и картинки посмотрите максим мирович страшные последствия удара из новейшего спутника 5g оружие от билла уильямовича гейтса картинки 4 штуки посмотрели да это гейтс все а в каждом подъезде еще обама накакал и последний ребят я не могу оставить без внимания несмотря на карантин решаем проблему уссурийска начали с общественных туалетов посмотрите про общественные туалеты в уссурийске и я с вами на сегодня прощаюсь до свидания до завтра с вами доктор лад пока пока до недавнего времени проблема нехватки общественных туалетов для уссурийцев стояла так же остро как и для жителей многих российских городов по завершению майских праздников власти уссурийска решили раз и навсегда избавить горожан от этой проблемы из городского бюджета было выделено 250 тысяч рублей на закупку 100 современных городских туалетов сейчас полным ходом идет их установка на центральных улицах города первым кто оценил функционал одного из новых городских туалетов стал председатель исполнительного комитета виталий наливкин почему здесь перегородки нет как будут мужчина и женщина сидеть вы куда вообще смотрели по словам председателя к началу летнего сезона новыми туалетами будут оборудованы все населенные пункты в уссурийском районе чтобы вот такие вот туалеты были по всему городу реакция уссурийцев на долгожданное улучшение городской инфраструктуры оказалось более чем ожидаемой сразу после установки первого туалета жители города приступили к активному его использованию это действительно это действительно это хорошо это так и должно быть все установленные туалеты будут работать круглосуточно и абсолютно бесплатно по замыслу виталия наливкина данная мера позволит сделать более привлекательной и комфортной жизнь в уссурийском районе виталий виталий